На веселые старты собрались самые спортивные, самые активные и жизнестойки. Состязания проходили по всем правилам. Началось все с парада участников и поднятия флага. Не обошлось и без напутствия организаторов. Почему же у нас вам дать сегодняшний день, хорошего настроения, а нечего-то впечатления, которые вы даете в дальнейшем поднятие со своими друзьями? К соревнованиям участники серьезно готовились, и это не только тренировки. Каждая из команд придумала себе название и девиз, которые точно отражали отношения к занятиям спортом и к жизни. Светить всегда, светить везде и помогать друзьям в беде, заявила о своем кредо команда «Солнышко». Ну а как и соревнования без разминки, так и веселые старты начались с шуточной зарядки. И вот они, долгожданные старты. Вначале участникам предложили создать дворец спорта. Усложняло задание то, что каждый из соревнующихся должен был нарисовать один элемент. Тут как раз и проявлялась слаженность команды. Старты носят названия веселых, поэтому задания в них развлекательные. Так, на следующем этапе участникам предлагают собраться в поход. Но прежде чем в рюкзак отправится кружка, миска, ложка, необходимо преодолеть дистанцию. Как бы это ни было трудно, все упорно идут к финишу. Кого же назовут метким стрелком, покажут очередной конкурс. Кеглями служат бутылки с водой. Чем больше метких ударов, тем больше баллов получает команда. Но даже промахи не разочаровывают участников. Атмосфера в зале доброжелательна. Я второй год участвую и очень довольна. И надеюсь, еще и в следующем году жду. Если здоровье позволит. А так очень все понравилось. Хорошо. Конкурсы рассчитаны на сноровку, находчивость, внимательность. В одних главное не запутаться, в других как можно больше подхватить мячиков, а в третьих и вовсе вспомнить, как завязывать платочек. Но участники готовы преодолеть любые испытания. Для них они совершенно не представляют трудности. Были трудные конкурсы, но это с легкостью проходили. Трудности всегда проходят мимо. Так что мы не волнуемся и хотим, чтобы чаще у нас такие конкурсы были. Вот она, финишная прямая. Легкой ее не назовешь. Но на то и соревнования, чтобы сказать, кто быстрее и сильнее. Хотя в этих веселых стартах побежденных не было. Участие каждого уже было победой над самим собой. Соревнования очень понравились. Очень переживала за детей, наверное, даже как будто сама принимала в них участие. Участники все молодцы. Просто рада за них, что у них есть такая возможность посещать такие мероприятия. Ну и, конечно, им удачи. Жюри подводит итоги. Все участники получают подарки от организаторов и партнеров. Спортками Натали и Коряжинского телевидения. Призеры отмечены грамотами, а победитель получает кубок. Затем фотография на память. И пожелания через год встретятся вновь на веселых стартах на Приско-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok